Рыбак оказался на льдине прямо на середине реки. Когда под ногами раскололся лед, счет идет на секунды. Повезет, если рядом окажутся спасатели. Насколько долго может человек пробыть в такой ситуации на воде? Пол часа может, если так просто на льдине лежать. Нажимаете, чтобы разыграть себя. Это была лишь имитация ситуации СОС. Мужчина лежал просто на куске пенопласта. Роль пострадавшего как раз исполнял водолаз Александр. Несмотря на то, что это легенда учений, такая картина весной может встречаться часто, говорят МЧС. Под воздействием солнца, дождей, ветра ежедневно структура льда меняется. Она становится рыхлой и не выдерживает тяжести человека. Когда человек проваливается под лед, вода очень холодная, одежда становится быстро намокать, становится тяжелой и человека тянет вниз. Поэтому убедительно просим рыбаков завершить рыбалку со льда. Еще один сценарий учения – это спасение человека во время половодия. Он забрался на крышу затопленного дома. Для эвакуации людей в случае паводка будут использоваться вертолеты Ми-8. Прямо сейчас проходит тренировка спасения человека, если к нему не будет возможно подобраться с воды. Всего для реагирования на подобные ситуации в республике создана группировка общей численностью свыше 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. Подобные учения, соответственно, подобные вводные будут доведены и будут отработаны во всех муниципальных образованиях республики. На учениях свою готовность проверяют МЧС, МВД, Росгвардия, экологи, служба медицины катастроф. Лилия Днева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.